В этом видео я хочу рассказать вам о знаменитых людях, которые ушли из жизни в июле 2021 года. С начала месяца прошло всего 10 дней, а он принес уже немало потерь. 1 июля не стала драматурга, сценариста и прозаика Ксении Драгунской. Она была дочерью известного советского писателя, автора повести и рассказов Виктора Драгунского. Причиной смерти Ксении Драгунской стал перитонит. Ей было 55 лет. 2 июля из жизни ушел Николай Сличенко, советский и российский актер театра и кино. Николай Сличенко был художественным руководителем Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», а также играл в фильмах «Трудное счастье», «Свадьба в Малиновке», «Похищение» и в других. Причиной смерти актера стали проблемы с легкими. Николаю Сличенко было 86 лет. 4 июля скончался актер Юрий Петров. Некоторое время он был диктором новостей, ведущим информационной программы «Время», а также занимался озвучиванием фильмов, телепередач, вел концертные и фестивальные программы. Юрия Петрова можно увидеть в фильмах «Первый удар», «24 часа», «Две судьбы, новая жизнь» и в других. Актеру было 74 года. 5 июля свой земной путь завершил советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, телеведущий, педагог, народный артист РСФСР Владимир Меньшов. Зрителям знакомы его работы в лентах «Человек на своем месте», «Последняя встреча», «Где находится нафилет», «Китайский сервиз» и многие другие. Также все прекрасно знают фильмы, снятые Владимиром Меньшовым. Среди них оскароносная картина «Москва слезам не верит», «Лента «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и другие. Причиной смерти актера и режиссера стал коронавирус. Владимиру Меньшову был 81 год. Также 5 июля не стала советской актрисой театра и кино Любови Альбицкой. В кино она сыграла всего три роли. В 1972 году на экраны вышел фильм «Визит вежливости», в котором актриса исполнила главную роль. После она снялась в фильмах «Красная скрипка» и «Встреч на далеком меридиане». Больше «Любовь Альбицкая» не снималась в кино. Актрисе было 80 лет. 6 июля из жизни ушел актер Игорь Андреев. В кино он сыграл около 19 небольших ролей. Актера можно увидеть в фильмах «Задачи с тремя неизвестными», «Бежать нельзя погибнуть», «Удар зодиака» и в других. Также Игорь Андреев играл на сцене Минского драматического театра имени Горького. Актеру было 69 лет. 7 июля этот мир покинул американский актер, режиссер и сценарист Роберт Дауни-старший. Он прославился как сценарист и режиссер независимых фильмов. Какое-то время Роберт Дауни-старший работал на коммерческой радиостанции. Фильм «Патни Своуп» стал одной из его первых работ, который сразу получил признание критиков. В 1970 году он снял фильм «Загон», в котором впервые сыграл его сын Роберт Дауни-младший. Актеру и режиссеру было 85 лет. Причиной его смерти стала болезнь Паркинсона. КАКТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТА ТАРАННОКОМОНОКОМОНОКОМ GetDow ней ненависимых фильмов.